Я уже 15-15 лет живу в Японии и второй год работаю в институте Рикен. Это один из основных партнеров Казанского университета в Японии. На самом деле я нередкий гость здесь. Я, наверное, в общей сложности провожу 3-4 месяца в году здесь, потому что у нас идет бурное развитие взаимоотношений научно-исследовательских между Казанским университетом и японскими вузами, в том числе с Центром Рикен. У нас формируется такая стратегия, такой подход, когда мы делаем, как сегодня рассказывал, зеркальные лаборатории, которые позволяют японским специалистам здесь делать эксперименты, а нашим специалистам стажироваться за границей. У нас лаборатория называется «Экстремальная биология». И вы знаете, как думаете, как можно наш, скажем, университет или свои группы, как вы знаете, не то, что сделать ее известно, как выбрать ее лицо. И, может быть, у нас в стране не хватает каких-то научных мощностей, чтобы производить огромное количество данных, секвенировать, изучать геномы сотен тысяч людей. Но мы сфокусируемся на другом. Мы выбрали несколько очень интересных групп организмов, которые отличаются уникальными способностями к выживанию. Это значит, что есть такая пиявка, например, в которой можно бросить жидкий азот, она полностью коэстерилизуется, а потом нас толкнет, она оживает и дальше ползает. Или такой модель, который для рыбалки используется, можно высушить, послать на Марс, он вернется и будет живой, к примеру. Или вот, например, сон. Такое существо, похожее на мушку, может спать 11 месяцев в году. То есть, вот есть такие очень интересные существа, которые обладают между такими интересными феноменами, которые, в принципе, очень полезны для... Да что же говорить, например, куриное яйцо. Развитие эмбриона куриного можно остановить с понижением температуры. Вы знаете, да, что есть такие случаи в деревне, да, что из холодильника, то что яйцо нагревается, из него появляется циклевка. Это же огромная фундаментальная проблема, как можно затормозить развитие целого эмбриона, не убивая его. И вот поэтому у нас как бы одно из направлений, это вот такая вот у нас лаборатория до этого года, которая существовала, вот один из его была, он назывался экстремальной биологией. То есть это, как мы говорим, такое слоган, от уникальных организмов к уникальным технологиям, то есть на пользу человека. Вот с этого года, благодаря развитию, выбору одного из стратегических направлений университета и развитию отношения с японскими вузами, мы немножко расширились в область транслакционной медицинной практики. То есть оказалось, что есть много каких-то вот таких внезапнутых дыр, причины и проблем, которые, в принципе, могут помочь решить технологии, которые активно принимаются за границей. Вы знаете, там, риск возникновения рака. Вот знаете, например, все говорят, такую страшивку, что при классической, вот принятой, скажем, на Западе практике скрининга предрасположенности к раку Грузии, например, у женщин, вот, все братья, вот, например, используют Татарстан, и 80 женщин будут пропущены больных, соответственно, недополучат качественного медицинского обслуживания. И это вот именно те вопросы, которые нужно решать, и они, по всем прочим, представляют собой еще и огромный научный интерес. То есть второе направление, которое образовалось, это вот такие практические вещи в области онкологии, в области мышечной дегенерации. Вы знаете, там большая проблема устаревания населения, и при постельном режиме, ну, знаешь, как у космонавтов в космосе, у нас на земле атрофируются мышцы, в общем, непонятно, как это контролировать. В общем, мы сделали так, мы взяли работающую технологию, да, вот, геномных исследований, которые используются за границей, в частности, в японском институте, где я работаю, и перенесли, привлекая конкретные задачи, специфичные для нашего региона, и решая их с использованием этих вот японских технологий. Вот в этом ключе мы предполагаем развиваться, чтобы отвечать на вопрос, зачем вы это занимаетесь, как это помогает людям, и, с другой стороны, делать вклад именно в мировую науку. Потому что это финальная ученька.